Герой России Евгений Черняев, один из самых известных жителей Ленинского района. Он не участвовал в боевых операциях, но его профессия, командир глубоководного подводного аппарата, связана с огромным риском. Последний месяц года для него теперь самый хлопотный. Весь декабрь он такой очень насыщенный месяц. В один день несколько мероприятий таких, ну, настоящих, значимых. Более 30 лет Евгений Сергеевич отдал своей работе. Участвовал более чем в 50 научных экспедициях, награжден Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом Мужества. Звание Героя Российской Федерации получил за успешное проведение арктической глубоководной экспедиции. По признанию Евгения Черняева, награда не сильно изменила его жизнь. То, что ты получил награду, ты остался тем же самым человеком, это главное понимать. Чтобы то, что это тебя не поменяло как человека, но это вносит некоторую ответственность. Ты понимаешь, что уже год и сложно, но все равно надо быть на уровне и надо быть примером. К своей награде Евгений Сергеевич относится сдержанно. А мы в преддверии памятной даты решили поинтересоваться у жителей Видного, кого они считают героями. И выяснили, что это слово они трактуют очень широко. Наши дедушки, бабушки, которые еще, слава богу, живы, и поэтому это хороший праздник. Те же наши доблестные пожарные, полиция, которые совершают подвиги. Есть молодежь, но я таких не знаю, мало. Герои, которые участвовали в воинов, как Чеченская, первая, вторая, также их много. Помогают пожилым людям кто-то есть, такие вот эти самые люди. Волонтеры. Волонтеры. Где их сейчас увидишь, их, людей, героев? Сейчас таких и не встретишь, наверное. Пожарники, да, те же, та же милиция, там любой человек, вот как бы ситуация, когда такая вот необычная. Евгений Сергеевич Черняев, несмотря на награду, героем в высоком и пафосном смысле этого слова себя не считает. За долгие годы рисковать жизнью для него стало привычным делом. Я не думал вообще, что у меня хоть какая-то награда будет. Я просто, ты делаешь дело и постоянно у тебя, и когда тебе дают награду, ты понимаешь, что я всю жизнь сделал, и за это не давали, а где-то в какой-то момент вдруг это особенно заметно стало. Традиционно героическими профессиями считаются те, что связаны с риском для жизни. Но на вопрос, заданный видновчанам, а можно ли стать героем в повседневной жизни, мы получили утвердительный ответ. Каждый человек, в принципе, он может попасть в какую-то ситуацию, где ему хочешь, не хочешь, он должен стать героем. Варни, вот ребята молодые слушают. Пожары, наводнения, все вот эти. Конечно, есть. В любое время есть место для подвига. Герои есть всегда, особенно русские люди. Безусловно, многие люди в тех или иных ситуациях проявляют мужество. Но все же этот государственный праздник посвящен именно тем, кто получил государственные награды, как наш скромный герой Евгений Сергеевич Черняев. И пусть многие из них не считают подвигом свою работу. Главное, это наша оценка и наше отношение к ним. Эти люди всегда будут примером и гордостью для своих сограждан. С наступающим днем Героев Отечества. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.